Северный скоростной трамвай И то, что он проходит через тайгу Обычно в городах они в центре города проходят трамвай Зачастую, сейчас мы знакомимся с командировочными Они говорят очень удивительно, что это не по городу идет трамвай А где-то вдоль леса Что это все на окраине города Говорит, вообще впервые такое все видят Но для нас это плюс огромный Что нас окружает природа Ну мне, лично мне Ольге 37 лет Трамвай, который она водит, ходит в Усть-Илимске Это такой маленький город на севере Иркутской области В 200 километрах от ближайшего города Братска И вот такой пустынной и, откровенно говоря, плохой дороги Пока по ней едешь, сложно себе представить Что это там в конце тебя ждет город и скоростной трамвай Усть-Илимск появился в тайге в 1966 году Для строительства большой гидроэлектростанции на Ангаре Следом в городе построили еще и лесозаготовительный завод Куда нужно было возить людей Но вот для этой цели и построили скоростную линию трамвая Для кого она работает сейчас Почему с этой работой Ольге повезло Ну и почему Усть-Илимск это лучшее на земле место Она расскажет сама в этом выпуске Усть-Илимск это моя жизнь Я здесь родилась, я здесь живу Я здесь родила своих детей Здесь, в принципе, все мое Это вообще мой родной город Играет музыка Ну, встаю я полпятого утра Как обычно, варю кашу себе, детям Чтобы они могли с утра встать, покушать спокойно без меня Еще что-нибудь будешь? Как это мне? Надо поспать еще немножко Ты что, меня будешь продолжать? Ну? Нет? Иди-ка, я влюблю больше немножко Подержу Подержу? Подержу? Получается, в прошлом году отучилась Получила категорию Сразу же трудоустроилась Наверное, все вообще благодаря Моему маленькому ребенку Который случайно включила радио Потому что ей так захотелось И там было объявление Тут же, буквально тут же Было объявление, что ведется набор На обучение С последующим гарантийным трудоустройством Но мне на тот момент Очень сильно нужна была работа Потому что Я до этого только подрабатывала Я хотела официальную работу Ну, поговорила со всей своей семьей Они отпустили меня Учиться И вот так я попала сюда Просто птицу здесь поют Да Так вот каждое утро Ходишь, наслаждаешься Я была официантом Это прям непосредственно Перед водителем трамвая Ну, а так А еще до официанта Просто я была в декрете И, соответственно, я когда выходила с декретом Я очень сильно хотела себе Найти работу Стоящую И которая мне очень нравится Ну, это не показатель Муж не муж Работа, мне кажется, всегда нужна Я люблю работать Я не люблю сидеть дома Это не мое Чтобы просто сидеть дома Нет, это не мое Я очень сильно хотела работу И не боюсь никакой Я на любую согласна, в принципе Молодой человек Сидел на самоизоляции К нему приходили в гости друзья Я так понимаю Считаю, вообще Было очень безответственно С его стороны С Москвы приехал Вот И Насколько мы поняли Что Подтвержденных случаев уже Ну, десять Тогда уж будем говорить И что они все подтверждены Вот Со сколькими эти десять человек Еще общались Тоже неизвестно Куда, где, кто ходил Тоже неизвестно Вот Такой вот неприятный случай Что придется Скоро быть Семь на самоизоляции Конкретной Проверяют Предрейсовый осмотр Как бы идет Проверяют Чтобы допускают Нас на долине Ну и подписывают Соответственно Вот эти вот путевки Мы все в Москве И Требований больше стало Чтобы еще лучше убирали Чтобы вообще Частота была идеальная Обрабатываем Хворкой Постоянно в угон Поручные сидения Как бы Насколько это возможно Ну и это каждый день Не по несколько раз на дню Это делаем Все по рейсам Ну и сами по себе То, что Меньше контактировать Массовые Гулянки не собираться Все такое Как-то вот так Ну Давайте скажем так Для меня Для меня лично Не буду за всех говорить Особо сильно Ничего не поменялось Потому что Мы так же работаем У меня так же Смены считаются И так же Я встаю с утра Я так же прихожу вечером Отрабатываю свое время Рабочее Что такое у вас Это наша книга поезда Нет Уже Это банка Это хлор От коронавируса Главное не нажмите на кнопку Это мы сейчас будем Обрабатывать вагоны У каждого своя смена У каждого свой рейс Как правильно сказать Расписание У каждого свое расписание У каждого трамвая Ну Первый пик У нас День Разделен на два пика На Утренний На вечерний Соответственно Утренний отработали Обед мы отдыхаем Вечером опять Выходим на работу Отрабатываем второй пик Через сколько вам на рейс Через Двадцать минут Двадцать минут А детеныши дома сейчас что делают Надеюсь, что спят Звонить не стала Потому что если вдруг спят Что бы не разбудить А так в школу уходят сами? Конечно У меня Когда я уезжаю на работу Сын отводит в детский сад Киру И сам идет в школу А с детского сада уже я разобирает Типа Распределение Обязанностей Сколько у вас детей сейчас? Трое Трое? Ну двое взрослых уже совсем Дочка с сыном Семнадцать Двенадцать лет И одна маленькая Три года Совсем еще маленькая Вы всегда хотели Большую семью? Да Я хотела даже больше, чем три Я бы Это, наверное, дико будет Сейчас от меня звучать Но я реально Даже сейчас я готова В принципе, стать еще раз мамой Это противогаз Это правда противогаз Да Зачем мне вам? Мы же ездим на завод Ага На хворный Там, если выброс хвора, не дай бог То мы обязаны одеть вот эту штуку Как день с собой живете? Конечно Ну, возим В основном работники ЛПК И дачники Лесопромышленный комплекс Дерево обрабатывающие заводы Все такое Утром мы отвозим их на смену И забираем их с ночных смен И вечером, соответственно, то же самое Кого-то забираем с дневной смены И кого-то в ночную отвозим На данный момент у нас шесть рейсов идет утром Ну и в течение дня тоже так Ну, получается, шесть вагонов Раньше их было очень много Это тоже все по слухам Ну, не по слухам, как рассказывают наши наставники По-моему, 25 с утра выходило Вот вместо того, что сейчас наша шесть Выходило сразу 25 трамваев Не как вот мы сейчас возим Такие, ну как, почти полные вагоны А везли вагоны, которые прям битком были Я помню, это время я застала Я ездила в трамвае тоже Мне кажется, все время езжу в трамвае Мне нравится там И я помню, да, мы ездили так Что мы просто были набиты Как в банке Битком Не пошевелиться Сейчас он такой скорости не развивает Как он мог раньше это делать Вот Когда нам придут новые трамваи Они будут быстрее все-таки Мы ждем Мы верим в это Что они должны быть Вот Спидометр стоит Обычный До 120 показывает Ну, до 90 Точно мог набирать Это я знаю Вот Сейчас он на данный момент Ну, около 60 10 километров в час ездит Вот Но это Почему 60? Потому что мы ему больше не даем разгоняться Ни трамваи Они Все-таки уже свое есть жили Они тут с самого начала города практически Да Это пассажир? Да Самый первый Едем в город Да И В 6.40 у нас конечный Уже выход Повезем работников Пока На работу Сегодня выходим Может быть не очень Посмотрим Не знаю По-разному бывает Мне кажется Мне кажется Мне кажется Что это все-таки Машины Потому что У всех появились автомобили Даже иногда Вот проезжаешь Парковку Там Там она вся Забита автомобилем Мне кажется Из-за этого Когда мы едем С утра Или с вечера Когда со смены Вот эта вереница машин Тоже знаете Как красиво Зимой особенно Сейчас Лето светло А зимой это темно И много-много фар Это очень красиво На самом деле И в 5 вечера Обратно едут все Мы их все видим Мне кажется Из-за этого Меньше стало А маршрут Он в любой день Он в каждое утро Он всегда разный Нет одинакового Совсем нет Зимой свое Летом свое В дождик Это вообще Отдельная история Метель Это вообще десят Это очень классно Но ощущения Всегда новые Живность разную Видим Всяких разных От всяких Берунточков Белочек Зайчиков Были Недавно Лисичку Видели Не я лично Девочки видели Буквально пару дней назад Видели Медвежонка Уже Вот И До нас Когда мы устроились Тоже наши наставники Нам показывали фотографию Лося И медведя Большого медведя Это наверное С детства Я очень Я с детства Мечтала быть проводником поезда Вот И Как-то Ну вот так вот Все связалось Вроде как Я из дома не уехала Хотя Был шанс такой Что Меня приглашали на работу На железную дорогу Смотрителем Скажем так Вот Отказались от того Потому что там Нужно было неделю жить Там Неделю дома Допустим И не давать мне дома Допустим Детей не хотел бы оставлять От них здесь А тут так совпало Что ты вроде и дома живешь Потому что вроде бы это на железная дорога Это Да Остановки Если прям четко Остановки посчитать То 8 по-моему 4 5 6 7 8 9 10 даже 10 остановок 4 по городу Поселок Дача Дыбку Остальное уже идут Промышленные зоны У нас Основное Это целлюлоза Сейчас еще строится Картонный завод И вот туда еще работников тоже Возим Кто строит Наверное потому что мы в тайге Скорее всего из-за этого Да даже не скорее всего из-за этого Деревьев много Они считают что так хорошо А вы? Ну жалко Потому что Раньше было еще больше леса чем сейчас Даже в городе Даже там где я сейчас живу Там раньше был лес Там не было этих домов И строили при мне Я уже была Ну достаточно смысле У ребенка уже была Когда я строили Эти два микрорайона Я это помню отчетливо Здесь девушка Дальше Вык Здесь Дальше Дальше Мы даже когда учились в советское время, я еще училась в советское время, даже тогда на карте уже был город Устилимск, только из-за того, что у нас есть ЛПК и ГЭС, потому что это самые большие, там четвертые, допустим, по размеру. И помню, что нас прямо учили тому, что мы есть на карте, мы не просто так маленький городочек, мы знаменитые, в принципе, кому надо, те нас знают. Тупиковый, потому что он последний на железной дороге. Ну, что дальше нашего города, железной дороги нет, в смысле поезда. Они разворачиваются и поехали дальше по России. Зато от нас везде можно уехать, в любую точку России. А дальше у вас что? Тайга. Просто лес. Зеленое море. Тайги. Дети дают мне счастье. Это моя жизнь вообще тоже. Я вообще не представляю жизнь без детей, без моих. И, не знаю, я с 12 лет, когда я первый раз поддержала младенца в роддоме, я сразу сказала, у меня будет много детей. И все. И я, да, мне с 12 лет, я уже ходила, я прям говорила, что у меня будет большая семья. Очень сильно хотела много детей. Я бы, ну, говорю, что даже больше, чем трое. Была бы очень рада. Сколько ты уговоришь, что зубы чистить? 15 минут. 15 минут? Кира, может, уже сдалишься над братом, почистишь зубы, нет? Татья, специально для меня. Почистишь зубы? Покажешь, как ты это делаешь? Татья, у меня все нормальное дело. Дело у тебя серьезное. Ага, но я с вами не поедаю. Мне главное дело. Важное дело у тебя. Зубы чистить нужно. Это самое важное дело. Давай. Да, для малышей. Для малышей, да, самое важное. Вперед. Кира, я послушаю песенку, а ты зубы почистишь. Договорились? Все, давай, все чистите. Мне с моими детьми нелегко. Они у меня молодцы. Я так считаю. Я так считаю. Я считаю, что они у меня молодцы. И правда, они, если надо, они могут и кушать, сварить, и убраться. И с той же самой маленьким ребенком посидеть. Они делают это. Я не могу видеть, что она им в тягость. Я не вижу этого. Да, я вижу сама, да, что они тоже устают. Но при этом они держатся. Все равно они молодцы. Я очень-очень благодарна старшим детям. А тут будет железная до вода. Вы, по-моему, говорили, что лет до пяти такого. Может быть, и я не могу. Катерина, мы везде есуем. Это очень круто. А ты им помогаешь мне. Да, я тебе помогаю. Тогда вперед. Кто первый дай есу, а кто первый дай вот маме. Очень благодарна маленькой даже. То, что она вроде как с пониманием ко всему относится. Что там, если говорят, что мама работает, она разворачивается, может уйти и дать мне время работать. А что задали-то? Матрешке нужно сделать косынку из пластилина и сарафан. Задание описать? Задание, да, из детского сада. В период самоизоляции мы, естественно, сидим дома. Мы просто сидим дома. Когда не было самоизоляции, вот особенно в том году, например, я ездила на дачу всегда. У меня сын жил на даче. Мы держали живность. Даже так было. Вот я уезжала на дачу. Там что-то работало, работало. Быстренько ко второму пику собралась, приехала на трамвай и опять отрабатывала. Дома не сидим, ну, по крайней мере, стараемся. Занятия – это школа, детский сад. В любом случае мы сидим, у нас занятия. Я еще беру подработку, я занимаюсь шитьем. А что вы шить еще? Все? На заказ вообще все делаем. Опять же, в период самоизоляции, что самое было, большой наплыв – это, чтобы пошить маски. Было такое. Вот. Сейчас вроде как период этот утихомирился. В связи с его сегодняшним разговором, возможно, опять будет какой-то и наплыв, и заказы. Я работаю всегда. Как бы не было такого, чтобы я прям вообще без денег сидела, да? Просто было либо маленькое количество, либо большое. Когда мои дети, вот тоже, да, за что вот, можно сказать, я благодарна. Потому что они могут, они могут выжить и при маленьком бюджете, и при большом. И вроде как с пониманием относятся. Я думаю, что уезжает отсюда в основном молодежь, да, которые, которые думают, что здесь ничего нет. На самом деле, кто ищет, тот всегда найдет. Я даже молодой не хотела, допустим, отсюда уехать, потому что мне здесь очень нравится. То, что говорят, маленький город, и здесь ловить нечего, ну, это тоже зря. Я устроилась водителем трамвая, что может быть лучше. Но для меня это прям вообще. Давайте. Я считаю, что я очень классно попала. У нас, опять же, у нас есть ГЭС, у нас есть ЛПК. Это тоже хорошее предприятие. Просто нужно обучиться и идти работать туда. Кто захочет, тот сделает, а кто не хочет, тот будет говорить, что здесь делать нечего. Народу становится все меньше и меньше. Вы думаете, этот маршрут нужен будет или уберут? Да, я думаю, что нужен все равно, потому что очень многие привыкли. Те, кто сейчас с нами ездит на трамвае, они же не просто так ездят. Значит, им это нужно. И кому-то, даже те, кто имеет автомобиль, у меня есть несколько пассажиров, удобнее, говорят, на трамвай все-таки добраться. Ну, кто-то в целях экономии. Зачем тратиться? Там, допустим, на бензин, портить свои там шины, например. Когда можно спокойненько доехать на трамвай, тебя довозят практически до места. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова